Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на обзоре у нас замечательный прицеп Belly Ranger GT Это шестая серия Belly 520-4 Его модификация с завода Итак, это 2009 год Прицеп на две стороны Салон передней части Содержит в себе Так называемый P-образный диван Бестумбочная компоновка Скажем так, редко Для британцев Французская кровать в задней части салона И санузел Стоимость данного прицепа 1 миллион 182 тысячи рублей Прицеп в безупречном состоянии Прицеп в наличии Никаких заказов Никаких потугов На предмет привезем Вот он здесь, сейчас И в прекрасном техническом И внешнем состоянии Итак, Belly Ranger 2009 год Стоимость 1 миллион 182 тысячи рублей Всеми любимая сцепная головка Особо обращаем внимание всегда на нее Это Алка С обжимным компенсатором В данном случае у нас 13-пиновый разъем Прицеп может быть использован В пути через такой разъем В полной его Скажем так Комплектации и мере То есть Может работать холодильник От 12 вольт Может заряжаться Собственный аккумулятор Место для которого Штатно предусмотрено В этом замечательном прицепе То есть И зарядится аккумулятор И сохранятся продукты И никаких проблем Опорное колесо Багажник с пластиковым низом Здесь у нас Место под Два газовых баллона И газовый Какой-то странный вариант Вообще Встроенный газовый редуктор Но тут еще почему-то лягуха Но есть шланги Так что в этом нету Никаких абсолютно проблем Все это есть И можно это будет Практично использовать Три створки окна В передней части Тент-палатка С любой из сторон В данном случае В прицепе В комплекте есть Небольшая маркиза Над входом Мы Обратим на нее особого внимания Сзади Справа по ходу движения Расположился туалет Здесь уже новый Унитаз Тетфорд Т-250 С отдельным бачком смыва Слив серых вод Происходит Вот так Прямо на землю Образно говоря Самотеком Это очень частый вопрос То есть Есть Канистры Специальные канистры Для серых вод Так называемые Вот Чтобы это не лилось Под прицеп Либо сюда Дюймовка Шланг Спокойно подходит И вы Можете отвезти Канализацию Специально отведенное Для этого места Либо канаву Либо Какой-то Кондиционный люк Были оригинальные Литые диски Вентиляционные решетки Холодильника Вход Вот это у нас Подключение внешнего Насоса Помпы Британские прицепы Свойственные тем Что они Забор воды Происходит Именно снаружи Никаких баков Внутри Никакой Неправильной Развесовки И тому подобное Также Боллер Трума Работа От электричества 220 вольт И от газа Делает этот прицеп Более Автономным В любом его Пребывании Где-то в поле Скажем Там Где нету электричества Есть аккумулятор Есть газ И вы полноценно Пользуетесь Прицепом Так Конечно же На левой стороне Также есть место Для установки Палатки В данном случае Это маркиза В принципе Такая Достаточно Она большая Это где-то метра Четыре На вес У нее То есть Это достаточно Быстро И Менее энергозатратно Нежели Чем какая-то Палатка Также диски Бокс Для установки Собственного аккумулятора Место подключения 220 вольт И Доступ Отсюда У нас Это Доступ Под Французскую кровать Ну вот еще Я смотрю Лежит Вот такой вот Пакет Вероятнее всего Это Часть Стенок То есть Маркиза Скорее всего Содержит Какие-то стенки Ну и вот такой Пластиковый бокс Это Хороший доп В том плане Что-то закинуть сырое При Там Изменении Локации Уже Не нужно ждать И переживать За то Что Какое-то Сырое попадет У нас Именно Внутри В салон Прицеп Так ну Давайте посмотрим На прицеп Внутри Как я уже сказал Здесь немножко Нетрадиционно Несвойственная Для британцев Передняя часть Салона Я имею ввиду Бестумбочную Компоновку Кому-то Она надо Кто-то Оставляет Ее дома Но в данном Случае Есть вот Такой Вот вариант Безусловно Передняя часть Салона И этот диван Может Трансформироваться В спальную кровать Здесь получается Полноценная Двухспальная Кровать Ширина Прицепа Почти 2,10 Ну и Конечно же Подразумевается Что спим Мы здесь Поперек Справа по ходу движения У нас интегрирована кухня Слева вход Плюс такое Достаточно Огромное место Для Телевизора Каких-то еще вещей Есть Микроволновая печь На своем штатном месте Отопитель Сзади Французская кровать И Комбинированный Санузел Вещевой шкаф Тоже конечно же Присутствует Но Опять встанем правильно По ходу движения И Потихонечку Посмотрим Уже Каждый уголок В этом Прицепе Итак П-образный диван Окошки Асимметричны Слева Меньшее окно Тут какую-то Звезду оставил Предыдущий Собственник Фасады Немножко Закруглены Такие Достаточно Массивные С виду Но Это все Бутафория Это полы Это никакие Они Не весят Ничего От слова Совсем Под диваном Обычно Расположился Бойлер Трума На 10 литров Ну и Место для Ваших Фантазий Как я уже говорил Сюда можно Что-то Интегрировать Бак Всеми любимый Всеми Всем нужный Но опять же С наполненными Баками Как мы Все Прекрасно Понимаем Ездить Нельзя И По факту Розетка Включение Бойлера От Газа Бойлер Также Может у нас Работать От Электричества Так Вот его Включение От Электричества Он работает На Одну Температуру Это 70 градусов Там Обыкновенный Сам Реостат Стоит И Если Мы Тогда Включаем От Газа Можем Регулировать Температуру Воды Здесь Градус По Цельсию Ну и Если Мы Используем От Электричества То Здесь Уже Только Так Интегрированная Кухня Холодильник Тэдфорд Большая Морозильная Камера Работа От Электричества Газа И 12 вольт По 13 Пиновому Разъему Поверхность В безупречном Состоянии Я думаю Сами Все Видите Никакого Жира Никаких Акалин Как у Некоторых Продающих Свои Прицепы За два Года Тут Уже Просто Ужас Это В первую Очередь Говорит О том Какое Отношение Было У Предыдущего Собственника Духовой Шкаф Гриль Достаточно Много Места Для Всяческих Уже Кухонных Принадлежностей В том Числе Сушилки Ровно Напротив Интегрированной Кухня Есть Еще Место С Окошком Микроволновая Печь Под ней Под этим Местом Находится Отопитель Это Всеми Известная Трума Ультрахат Она С раздувом С газовой Частью Также Работает От электричества 220 вольт И вот Вообще Вот этот уголок Я наверное Назвал бы Телевизионным Потому Как Здесь Есть Выход Антенного Кабеля Розетка 12 И 220 вольт Вот Такой Прекрасный Прицеп Очень Удобный Широкий Подход В зону Кухни Очень Широкий Удобный Подход Вообще В середине Салона Прицепа Это безусловно Очень Хорошо Потому Что На практике Все узкие Проходы Они Создают Некие Скажем Так Неудобства Шкаф Довольно Таки Вместительный С планкой Для плечиков Верхней Одежды Санузел Стоит Отдельно Мы сейчас До него Доберемся Хочу Поднять Еще Французскую Кровать Итак Как я уже Сказал Это наверняка Допы К Маркизе Ну что Тут Рукава Раздува В принципе Ничего Такого Нового Раковина Отдельно Для умывания Ну и Здесь Достаточно Несмотря На то Что он Комбинирован Достаточно Большое Место Для Душа Олеечка Не хочет Тут Работать И Поворотный Унитаз Тедфорд Причем Что Все Достаточно Удобно Я думаю Что При желании Здесь можно Помыться Достаточно Грузному Человеку Итак Небольшой Итог Сегодняшнего Нашего Видео Обзора Это Бэл Рейнджер 520 Дробь 4 2009 Год И Стоимость Данного Прицепа 1 миллион 182 Тысячи Рублей Сегодня Уже Более Менее Хорошая Погода Прям Солнышко 14 градусов Это Много Скажем Так Объясняет Появление Весенних Обострений У некоторых Товарищей Но Мы Продолжаем Работать Я хочу Вам Напомнить Наш сайт Авточоиспсков Точка Ру Где Всегда Наиболее Точная Информация По наличию И ценам Дублируется Все в инстаграме Авточоиспсков Ну и конечно же Наш канал На ютубе В котором мы Рассказываем Вам о Прицепах Побывавших У нас На площадке Благодарю вас За осмотр До новых Обзоров И встреч У нас На площадке